Как прокачать память и сохранить разум на долгие годы? Всемирный день мозга – повод подумать о своем здоровье и уделить ему дополнительное внимание. Во-первых, нужно соблюдать рацион. Продукты с жирными кислотами омега-3, горький шоколад, витамины группы В и старые добрые грецкие орехи входят в топ лучших продуктов для мозга. Также эксперты рекомендуют тренировки. Если вы любите читать стихи, пожалуйста, тренируйтесь, читайте стихи. Они очень позволяют долго сохранять свою активность. Можно даже запоминать какие-то числа, счет такой нестандартный, назад считать, вперед считать. Такие игры разума и правильное питание помогут уберечь главный орган центральной нервной системы от болезней. В последнее время, несмотря на сохраняющую актуальность церебровоскулярных заболеваний, то есть нарушение кровоснабжения головного мозга, мы сейчас видим, опять же, рост нейродогенеративных заболеваний, то есть тех заболеваний, которые связаны с непосредственным и быстрым атрофическим изменением в коре головного мозга. То есть головной мозг начинает стареть у людей непредсказуемо. Но есть заболевания, от которых не застрахован никто. Одно из них – онкология. Но и в этом случае лечение возможно и нужно. Операции по локализации опухоли головного мозга уже давно перестали быть для медиков онкодиспансера уникальными. За 2020 год проведена 221 нейрохирургическая операция. За шесть месяцев этого года – 119. Кроме хирургической помощи при борьбе с раком медики используют лучевую терапию. Недавно в Самарском онкологическом диспансере появились еще две современные лучевые установки. Этот метод можно использовать как самостоятельный, так и в сочетании с хирургией или химиотерапией. Да, у нас новое оборудование. Выполнена замена данного оборудования в рамках национального проекта здравоохранения. Лучевая терапия проводится по показаниям, в первую очередь, и по всем рекомендациям онкологов Российской Федерации. Данное оборудование позволяет нам облучать опухоли абсолютно разных размеров с минимальным воздействием на здоровые ткани. Но лучшее лечение – это профилактика. Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются отказ от вредных привычек, здоровый сон и питание, прогулки на свежем воздухе и физические тренировки. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События.